Как помочь женщине в менопаузу? Я могу сказать, что это реально вещь, которую можно исправить. Вот эти все приливы и ситуации, когда вам действительно плохо, можно исправить. Я могу сказать, что те женщины, которые сидят на низкохолестериновой диете, они чаще страдают различными проблемами. И начните потреблять больше холестерина. И здесь мы с вами говорим про сливочное масло, про жирный сыр, про сливки, про яичные желтки, про морепродукты, мясные субпродукты. И могу сказать, что при менопаузе у женщины есть два резервных органа. Надпочечники производят гормоны эстроген, прогестерон, тестостерон. И предполагается, что во время менопаузы функция яичников снижается. И действительно, менопауза это не норма. И дело в том, что все гормоны надпочечников производятся из холестерина, которого все так упорно избегают в своем рационе. И холестерин есть только в продуктах животного происхождения. При снижении холестерина, при приеме статинов возникает целая разнарядная проблема, включая менопаузу. Менопауза очень серьезно влияет на нервную систему. И очень важно добавлять витамин D, очищенные желчные соли, чтобы переваривать весь этот жир. То есть, многие недопереваривают жир и поэтому исключают его. Но проблема в желчном и в желчных солях. Холестерин есть только в продуктах животного происхождения. И говорю, что если мучаетесь от приливов, вагинальной сухости, снижения либидо, тревожности, депрессии, то это часто история, когда яичники не производят половые гормоны. И эстроген, прогестерон, тестостерон это то, что нужно для вас в долгосрочной перспективе. И если мы с вами говорим про женскую менопаузу, то симптомы могут исчезнуть без гормонов. Просто важно кушать то, что я называю. Это, еще раз, сливки, мясо, качественное, ракообразные, морепродукты, зелень, авокадо, жирный сыр, сливочное масло. И ваши симптомы пройдут. Проверено. Подписывайтесь. Ставьте лайк.